Братья и сестры, мы очень благодарны семейной группе из Белореченска. Они всегда в авангарде новых творчеств. И сегодня очень приятно увидеть вот такой фотоотчет. Я бы предложил, чтобы к следующему году мы могли вот так вот сделать фотоотчет по группам, вот по городам или по регионам, и будет интересно. Поэтому предлагаю подготовить к следующему году каждому региону фотоотчет о прошедшем году. Несколько есть вопросов. Я сейчас быстренько постараюсь ответить, и потом мы будут нужны к молитве, мы о них помолимся. Подскажите, пожалуйста, должен ли быть режим работы у отцов-христиан? Братья и сестры, режим жизни должен быть у каждого из нас. И работы, и отдыха, и общения. Поэтому очень хорошо, когда есть у нас своевременно уделенное время для отдыха, для работы, для чтения Писания, для служения. Это очень хорошо, когда мы правильно планируем день, мы тогда многое успеем. Есть одна из проблем – трудоголизм, когда отцы многодетных семей очень много работают, при этом мало исследуют Писание, мало остается время для молитвы с детьми, для исследования Писания с детьми, для общения с женой. И это имеет плохие последствия. Думаю, надо это исправлять. Труд. Всему должно быть время. Время труда и время отдыха. Еще вопрос. Скажите, почему такая большая разница между Уралом, Сибирью и Центральным объединением и Кавказом во внешности? Здесь, то есть у нас допускаются хвосты, в прическе имеется в виду, распущенные волоса, полоски на голове вместо косынок, челки. И вот там категорически запрещается. Братство одно. По всем этим вопросам у нас одинаковый подход. Только где-то есть люди более послушные, где-то есть люди менее послушные. Где-то есть сугубо в лагерях только одни члены церкви. У нас могут и есть не только члены церкви, и не члены церкви. И могут быть супруги кто-то неверующие даже, приближающиеся еще. Ну вот у нас немножечко другой подход к лагерю. А принцип у нас один. Один везде и во всем. Братцы по внешнему виду. Вот большой такой вопрос, очень большой. Я постараюсь на него тоже ответить. Я его буду прочитывать и частями отвечать. «Когда дети рождаются каждый год, и молока нет, чтобы кормить ребенка, неужели угодно Богу, чтобы дети рождались каждый год без всякого отдыха? Ведь это естественно, что уже не в радость, не беременность, не дети». Братья и сестры, рождение детей было обозначено Богом с самого начала. Бог обращается к Еве и сказал ей о том, что в болезни будешь рождать детей. К болезни никогда невозможно привыкнуть. Болезнь, она постоянно нас угнетает. Болезнь, она постоянно приносит нам страдания, братья и сестры. Поэтому проблема, вот та, о которой здесь идет речь, она всегда была и она всегда будет. Надо отметить, конечно, и то, что сегодня много физически мы имеем преимуществ в условиях новых технологий, кухни, приготовления пищи, стирки, отдыха, машины, передвижения. Наши предшественники, родители наши, им было гораздо это труднее давалось. Я вспоминаю в моем детстве, мы за полкилометра примерно носили воду домой. Не было воды. Мы ведрами носили на все вопросы. У нас было большое хозяйство, надо было поить коров, овец, курей, индюков, утеи, гусеи. И мы все это носили в воду в руках. Не было ни тачек, фляг даже не было. Вот такое было время. И рождались по 10, 15, 12. Я хорошо помню, там, где я жил, у нас у неверующих было, у многих по 10 детей. По 10 детей. Да, вот все-таки надо учитывать, что сегодняшние обстоятельства жизни нашей, они во многом имеют свои облегчения, но боль и страдания рождения детей, оно всегда было. Считаю, что к этому, к этому нужно просто относиться, как определение, которое вынес когда-то Бог. Еще вопрос. И даже когда молишься, чтобы Бог усмотрел перерыв, все равно беременность получается. Срабатывает просто закон сеяния и жатвы. И уже теряется вера. Братья и сестры, нахожу, что это вот упрек Богу. Мы не можем такие вопросы задавать Богу. Он – Бог. Он, а не мы. И почему Он дает, это надо спросить у Него. У нас немало семей, которые постятся, молятся, просят, и нет детей. Поэтому так мыслить, что это просто закон сеяния и жатвы посеял, и оно взошло. Мы так не можем мыслить. Очень много людей, которые просят у Бога. И мы с такими людьми постимся, молимся, совершаем молитвы. А детей нет. Поэтому думаю, что это неправильное мышление. Думаю, что здесь какой-то упрек Богу. Я думаю, что это что-то с состоянием души неправильное. Надо вот подумать, помолиться, попаститься. При каждом зачатии участвует Бог, как будто бы Он создал этот закон, и Он работает как часы, хоть даже и не духовно, и не физически не готов принять ребенка. Я думаю, это катастрофа. Это состояние просто катастрофическое. Это человек, у которого нет веры, у которого нет доверия Богу, нет понятия, высокого понятия о таинстве зачатия, развития, рождения будущей вечной личности. Хочется с радостью принимать детей и радоваться им, а не со страхом думать, что после роддома через полгода снова беременность, плохое самочувствие, отсюда выкидыши и остальные проблемы. Братья и сестры, вот я думаю, что здесь имеется вот мысль какая, что есть болезнь определенная, может, выкидыши могут быть, да? Конечно, это может быть такая проблема, что из-за болезни. Считаю, и сегодня Николай Степанович об этом говорил, если есть заболевания, если при каких-то заболеваниях врачи даже выносят такое определение, половой покой, отсутствие должно быть отношений, идет процесс лечения, прием препаратов, невозможна беременность, потому что это может сказаться. Считаю, что в таких случаях мы должны относиться правильно к этим вопросам, да? Иметь правильное отношение, воздержание, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости в чести, а не в страсти похотения. Я помню, когда мы еще были молодыми семейными, я помню, нас проводили такие семейные, и мы, я помню, ну, может, вопросы были не такие, но вопросы воздержания в случае болезни жены, особенно после кесаревого сечения, после определенных числа, которые вот бывают при определенных заболеваниях, врачи предлагают какое-то время, может быть, полгода, может быть, год, да, и такие бывали случаи. Я скажу, что мы к этому тогда относились очень ответственно. Я вспоминаю, вот в нашей личной семье после определенных заболеваний имела жена, вот врачи вынесли такое решение. Полгода – половой покой, и жена проходила определенные процедуры. Мы к этому отнеслись как то, что определил Бог. И около примерно в восьми месяцев мы имели, ну, вот такие отсутствие отношений, потому что мы понимали, что есть процессы лечения, и к этому нужно относиться правильно. Братья и сестры, считаю, что вопрос вот именно вот этого понятия о воздержании, о умении соблюдать свой сосуд святости и в чести, ну, разве допустимо, если больная жена, если у нее определенные заболевания, а муж будет апеллировать тем, что ему нужно, ему плохо, разве может быть это основанием для того, чтобы иметь отношения, если у жены, допустим, есть определенные заболевания, определенный процесс лечения? Конечно же, это недопустимо, такие отношения. Я считаю, что это проблемно для мужчины, конечно, проблемно. Считаю, что в этой ситуации нужно и поститься мужам, и молиться, чтобы Бог дал силы, чтобы не в страсти похотения вот иметь, и в то же время не упасть в какие-то искушения. Это не просто, да, ну, вот есть Бог, и есть Его Слово, и есть учение Писания, которое прямо говорит о воздержании. Поэтому к этому тоже нужно относиться очень серьезно. Нельзя спекулировать нежеланием рождать детей, имитировать болезни. Конечно, это грех, но если действительно есть проблема, то, считаю, нужно иметь воздержание. Вы знаете, удивляешься тому, что в некоторых семьях после кесарево сечения через каких-то, может быть, 12 месяцев рождаются дети. Но это же, ну, это крайне неверно. Ведь после такого периода определенный, по-моему, там полгода, врачи предлагают, а может даже и больше, я не помню уже, вот, ну, есть определенные нормы, определенные нормы, и я считаю, что надо этого придерживаться, братья. Надо придерживаться этого. Поэтому вот нам нужно себя уметь соблюдать. И я скажу, именно при таком отношении у жены будет уважение к такому мужу, почтение к такому мужу, вот, если мы научимся вот такой практике.